Приветствую вас и, как я понимаю, основных проблем две. Первая проблема это то, что вы не можете выстраивать отношения с мужчинами и, значит, расслабиться, но об этом вам уже рассказали достаточно подробно. Значит, и то, что у вас был невероятный опыт брака с мужем, страдающим алкогольной зависимостью. Вы до сих пор не представляете, как должны или нет, где должны складываться отношения. Вот, в принципе, эти аспекты являются и самостоятельными. Подождать те аспекты, которые побудили вас задать нам этот вопрос. Заранее прошу меня простить, если мой ответ как-то будет пересекаться с другими ответами. Надеюсь, вы понимаете, что, в принципе, какие-то общие моменты это нормально. Вот, начну я, пожалуй, с того, что есть у вас сейчас на данный момент. То есть, с отношений с мужчинами, с отношений с этим мужчиной, в частности, и, значит, что я вам хочу сказать. На самом деле ситуация следующая. Дело в том, что мужчина 36 лет, вот, собственно, каким и является ваш молодой человек. Мужчина 36 лет, как правило, достаточно свободный, достаточно независимый человек, который не торопится создавать отношения в принципе. То есть, вот, в принципе, мужчина не спешит создавать отношения с вами, он не спешит, скажем так, делиться своей свободой. Он не спешит, скажем так, делиться какими-то своими личными планами с вами и так далее. То есть, по сути дела, мужчина ведет себя как тот человек, который достаточно независимый, достаточно самостоятельный, как человек, который, в принципе, на данный момент не готов с вами так вот сильно сближаться, как вы того хотите. Ему хорошо с вами просто. Ему хорошо с вами общаться. Но, еще раз повторю, мужская гордость, ну, отчасти мужская гордость, конечно, вот это вот тоже нужно понимать, что именно отчасти мужская гордость, отчасти перфекционизм и его желание проявлять инициативу во всем. Да, вот вы написали же, что он любит проявлять инициативу во всем, любит, чтобы инициатива исходила от него. Так вот, все это заставляет его соблюдать определенные границы с вами. Для чего? Ответ достаточно прост, чтобы не показаться вам, честерезверно, 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 зависимым от вас же. Мужчине это не нужно. А встречаетесь вы больше двух месяцев для человека 36 лет, для мужчины 36 лет, это не такой большой срок и так далее. То есть, мужчина просто ведется меня как такой вот самедостаточный человек, который просто-напросто действительно, ну, как бы это сказать, вписывает вас в свое расписание. Который, по сути дела, просто пока что отдает вам определенное место в своей жизни, не желая, в принципе, пока что ничего больше. То есть, мужчина к вам присматривается, мужчина вас, может быть, там, проверяет, мужчина, может быть, как-то, там, приглядывается к вам, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вариантов здесь может быть много. То, что он вами манипулирует, то, что он вас использует, ну, я думаю, вы сами понимаете, что это не так. Потому что, ну, мужчина таких принципов, он не будет, я думаю, этого делать. То, что он свободолюбивый, и то, что он не потерпит, я думаю, я думаю, с вашей стороны, какого-то принуждения, какого-то, ну, знаете, ну, не насилия, а, скажем, давления, давления на него, это тоже факт, совершенно однозначно. Но я надеюсь, что вы отдаёте себе в нём отчёт. То есть, такой мужчина, он не поддерживает, значит, того, что вы лишаете, допустим, его определённой свободы, скажем так. Вот. Значит, относится он к вам, хорошо, относится он к вам искренне, но. И вот эта вот его фраза, что все женщины, с которыми я встречался, такие красивые, с одной стороны, говорит, что он вроде как позиционирует вас как красивую женщину, но, с другой стороны, он либо осознанно, либо нет, не выделяет вас из общего, ну, общего круга или общего количества женщин, с которыми он встречался. И это показывает, что мужчина пока что не готов, скорее всего, опять, по моему, по моему видению, не готов с вами как-то взблиняться. Он не готов вас, скажем так, воспринимать, он не готов это делать, потому что, а потому что он, в принципе, не хочет терять свою свободу, видеть, он такой достаточно, такой, подвижный, подвижный, скажем так, человек, и, в принципе, он любит, когда все зависит от него, и, скорее всего, он понимает, что если ситуация изменится, то есть, если, например, он как-то даст вам, например, больше возможностей, больше контроля над собой, то это негативно на него, негативно на него повлияет. И это не то, чего мужчина бы для себя хотел. Поэтому вы можете сделать одно важное действие. В данной ситуации вы можете сделать следующее. Вы можете сказать мужчине, два месяца срок, может быть, и небольшой, но и не маленький, вы можете сказать мужчине, что вы хотели бы с ним видеться чаще. Вы можете сказать мужчине, что вы хотели бы проводить с ним больше времени. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего дурного, в этом нет абсолютно ничего предосудительного. Это нужно понимать. Что эта реакция, это поведение является нормальным. Но нужно это именно сказать. И сказать это нужно, вот, знаете, в таком, ну, как бы, между прочим, то есть сказать, вот, когда вам вместе хорошо, когда вы говорили, говорили, говорили о чем-то, да, потом-потом возникла пауза, и вы, как говорите, дорогой, я бы хотел с тобой проводить больше всего времени. Это уместно, это правильно. Если мужчина испытывает там эмпатию, он все сам поймет. И вы здесь не, значит, посягая на его самостоятельность, не посягая на его инициативность, да, не, значит, беря в свои руки, значит, развитие ваших отношений, просто высказывайте ему свое желание. Еще раз, еще раз скажем, что в желании, в самом по себе желании, нет ничего плохого. Желание, это хорошо. Показать мужчине, чего вы хотите, показать мужчине, что вам хочется, показать мужчине, что вам, как вы хотели бы, ну, действовать, как вы хотели бы жить, как вы хотели бы, чтобы отношения развивались, это здорово. И важно, как он отреагирует на это, важно, как он поведет себя, так вы сможете добиться некой определенности. И нужно, 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 нужно вам быть готовы к тому, что он никак не отреагирует на ваши слова. И, правда, продолжает действовать так. В таком случае, это мужчина, который не готов спускать никого в свою жизнь. Пока по ему одному, видимо, причинам. Такое, в принципе, тоже возможно. И такое, ну, чего уж, стоит ли ха совершенно, опять-таки, нормально. Коллеги, вы сказали такую вещь, на мой взгляд, достаточно интересную. Вы сказали о том, что не знаете, как должны возглавляться отношения. Например, отношения между двумя людьми, равными людьми, независимыми людьми, складываются через непринужденное взаимодействие. Складываются они через отдачу человека, отдачу человеку того, чего у вас в избытке. Отдачу человеку того, чем вы готовы делиться и использование любых своих возможностей, без ущерба для себя, с тем, чтобы сделать его счастливым. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко. И вот это происходит все больше и больше и больше, может происходить и меньше. И, рано или поздно, это приводит к определенным формам отношений. Это семья и это дети. Вам, вот этот момент, то есть положение себя в отношениях и свои установки, направленные на позиционирование в отношениях с мужчинами, необходимость четко проанализировать. Какое место занимает в вашей жизни вообще мужчина? Я не говорю про конкретного, я имею в виду вообще мужчина. Какое место он занимает в вашей жизни? Каково его значение? Почему вам обидно, что мужчина не ставит вас на какое-то, вот, видимое вами достойное место? Ну, не ставят, а не ставят, это его проблемы. Если вас не устраивает, что с вами не считаются, а в такое вполне возможно, то вам никто не мешает просто сказать мужчине, что, или намекнуть мужчине, что такое отношение с его стороны вас не устраивает. Что вести себя в нем немного холодно, вести себя немножко отстраненно с ним. И когда он спросит вас, почему так происходит, ответит ему, мне не нравится там то-то, то-то, то-то. Или ты знаешь, вот, меня не устраивает то-то, то-то, то-то. Но получается, что вы не говорите о том, что вам не нравится. Вы не говорите об этом, вы не реализуете себя, вы не проявляете себя. Задет вопрос, почему? Это, возможно, не уверен в себе, возможно, недостаточная заманшинка. Возможно, страх, вы боитесь чего-то. А еще, возможно, то, что вы готовы, в принципе, терпеть от человека поведение, которое вам не нравится. Это же и обусловило, возможно, нахождение вас в отношениях с мужчиной и алкоголью. И вот здесь мы подходим уже непосредственно к тому, что можно назвать второй проблемой. Это ваше неумение себя позиционировать как женщин. Это отсутствие женской модели поведения. Это, знаете, как вы в детстве нуждались в своем дедушке. И дедушка для вас был, наверное, идеалом мужчины. И вы привыкли, что дедушка – это человек, который вас всегда защитит, который вас всегда оберегает, который все делает правильно и все делает для вас. И вы такого же мужчины себе подсознательно ищите. Но у этого аспекта есть два момента. Первый момент – что мужчина такого рода подчиняет женщину. И, соответственно, вопрос заключается в том, готовы ли вы подчиняться. Если да, то ради чего, если нет, то почему. И второй момент – это то, что подчиняющая роль мужчины чем-то обеспечивается. Что значит обеспечивается роль? Обеспечивается – это значит, что если мужчина подчиняет женщину, то это значит, что она не заботится, он делает для нее все, он ее обеспечивает в буквальном смысле, то есть материально. И ей с ними делается хорошо. Но если мужчина этого не делает, а ваш муж, алкоголик, этого не делает, то откуда ли, соответственно, взяться в подобном обеспечении. Поэтому что-то заключается в том, что анализировать нужно ваше отношение с родителями, с дедушкой в первую очередь. После отношения с мужем. Что заставляло вас быть в отношениях с мужчиной? Ради чего вы с ними были? Что пытались получить? И то же самое вы сейчас пытаетесь получить от мужчины. Вы пытаетесь получить определенную уверенность в себе. Вы пытаетесь получить подтверждение того, что вы привлекательны, что вы красивы, что вы женственны, и так далее, и так далее, и так далее. Но правда заключается в том, что в связи этого вы должны добиться самостоятельно. Вам нужно всего этого добиться самостоятельно. Слово «должен» здесь не совсем убедно. Вам нужно добиться этого самостоятельно. Для чего? Чтобы не нуждаться в мужчине. Вас обижают, то есть, что с вами не считают, что вы не верны в себе. Вас это задевает. Вас напрягают, что мужчина не говорит вам комплименты лично. Вы не уверены в себе. И вот это все, как вам правильно сказал мой коллега, достигается через личностный рост. То есть, через осознание себя, как отдельный, самодостаточный, ценный в себе личностный, которая не нуждается в других. Которая полностью может обеспечить себя. Понимаете, о чем идет речь? Личность осознает свои желания. Осознает свои сильные и слабые стороны. Женщина, в частности, не боится показаться слабой перед своим мужчиной. У меня не такое чувство, что вы боитесь показаться слабой. Или, возможно, делаете это не совсем правильно. Личность знает, какой человек ей нужен рядом. Что-то будет связано с детско-родительскими отношениями, как вам уже сказали мои коллеги. Что-то будет связано с личностным ростом. А что-то будет связано с повышением доверия к себе, повышением уверенности в себе и работе с самооценкой. Вот это все необходимо. Но, прежде всего, прежде всего, обязательно постарайтесь увидеть связь. Связь между дедочкой и данным мужчиной. И так же, как от дедушки, вы ждете такого же отношения, такого же вида отношений с этим мужчиной. И это основная ошибка, потому что так, как вам относился дедушка, не будет относиться никто. И вы правы. Основы для отношений с этим мужчиной у вас есть. Предпосылки для того, чтобы построить отношения, тоже есть. Но важно эти предпосылки использовать правильно. И не показать мужчине, с одной стороны, что вы в нем нуждаетесь, и без него не можете. Ну, это я так утрирую. А с другой стороны, важно показать, что вы не позволите ему, и кому-либо другому, подбирать ваши интересы. Это цель. Ваша цель. И средство для ее достижения я, в принципе, вам дал. Вы можете подумать сами, в чем вы не уверены в себе и почему. Наметить себе определенные задачи, выполняя которые вы будете повышать уверенность в себе. Вы можете подумать, какая модель женского поведения вам больше всего подходит. Какую бы женщину хотел видеть этот мужчина рядом с собой. И можете ли вы ею быть, без исчерба для себя. Это я сейчас говорю вам о том, как непосредственно выстраивать отношения с ним. И если вы покажете мужчине, что вы можете дать ему то, нужное ему, но, естественно, не просто так, очень могучно он будет с вами. Очень может быть. Но для этого необходимо определенная работа над собой. Теперь в конце вы спрашиваете какие-то определенные вещи. Значит так. Это мы, или он сам по себе такой независимый холостяк, и я какое-то временное, легкозаменимое явление для него. То, что мужчина холостяк, это определенно, то он независимый, это определенно, то скорее даже независимый, чем холостяк. Независимость холостяка, это вещи немного разные, хотя и имеют схожие черты. Вы для него явление нелегкозаменимое и невременное, но, если вы проявите себя как-то, как мужчине не понравится, он скорее всего будет самым меньшим общаться. Тут надо прочувствовать, как вы можете погналивать свое недовольство. Потому что, если вы будете мириться со всем, что он вам говорит, или что делает, ну, это будет неправильно. И если вы будете навязывать ему свое мнение о вашем, это будет тоже неправильно. Поэтому, знаете, это сказало, то есть, среди имени, знать нужно с постепенного выражения своего недовольства. Далее, это я придумываю отговорки и отговорки для чего и витаю в облаках, доверяя ему. Ну, почему? Мужчине могут доверять, да, другое дело, что доверяете ли вы ему, как мужчине, или доверяете ли вы человеку. Вы говорите, например, что ему важно, его уважали, именно поэтому он держит слово. То есть, он держит слово не для вас, он держит слово для себя, это немного точно разные вещи. Таким, я надеюсь, что вы написали сейчас, вы доверяете больше человеку, и человеку можно доверять, но вы не доверяете мужчине, хотя бы просто потому, что как мужчина он себя с вами достаточно мало проявляет. Далее, просто нужно дать время этим отношениям, и мы, чтобы понять, что из этого может выйти. Время-то, безусловно, дать можно, только вопрос в том, как вы этим временем будете пользоваться, если вы просто будете ждать, это одно. Если вы показываете мужчине свое недовольство, в чем, если вы высказаете мужчине свои желания, это другое, другое. Тогда он быстрее поймет, что может из этого выйти, и вы можете быстрее понять, что из этого выйдет. Вообще, почему ему? Вам нужно, в первую очередь, понять, что вы хотите, чтобы из этого вышло, а не ему. Он, скорее всего, что понимает. По крайней мере, на данный момент для себя, то есть, что ему лучше, он понимает. Это я пытаюсь считать мистер строк, когда он пытается буквально мне сказать, что он хочет отношения в теории, но, раз мне не предлагают, то, видимо, не вспоминовать. Нет, вы читаете конъекции своих желаний. Вы читаете в конъекции своих желаний и своих потребностей в нем. Потребности, которые вы реализуете через еще дедочку. По сути, мужчина вам говорит, что он хочет отношений, но боится с вами в них вступать. Потому что боится потерять часть своей независимости и часть своей свободы. Возможно, боится взять ответственность на себя. И если это понимать так, то вам нужно просто мягко дать мужчине порядок, что он не потеряет свободу и независимость, поступая в отношения с вами. Или вы не будете требовать от него этого, только если он сам не захочет. Возможно, у мужчины есть какой-то внутренний конфликт. Все-таки в 36 лет по нынешним меркам не быть женатым и не иметь детей, это довольно редкое явление. и все-таки мужчина подвигло к этому. Вы были замужем. Да, неудачно, но вы. А он получается, ну как вы, не помню точно, сейчас, был ли он женат или нет, но то, что он не имеет семью сейчас, это о чем договорить. и как у вас есть объективные факторы, что вы не замуж сейчас. Так, и он имеет тоже объективные факторы, которые мешают им сказать землю. И кто, кто сказал, что эти факторы не влияют сейчас на вас, не влияют сейчас на него. Это тоже нужно понимать. вы его несколько идеализируете. И я понимаю, почему вы его идеализируете. Но идеализацию нужно снять, чтобы выяснил человек все-таки адекват. И не нужно считать, что только с ним вы будете счастливы, это тоже неправильная установка. А видите, вы уже говорите, что раз не предлагает, значит не со мной. Это ваш неуверенность в себе. Все, он с вами отношения не предложил построить, так, что вы плоха. Но при этом вы не думайте о том, что может быть у него какие-то проблемы есть. И пытаться понять, а что все это за проблемы. Таким образом, по большому счету, вы думаете больше о себе. Вы говорите, я хочу, я переживаю, я там все-таки. И это ваши желания, это ваши потребности, которые вам нужно удовлетворить, чтобы быть независимым. А сейчас вы рискуете опять попасть в созависимые потому, что вы говорите не о том, чего хочет мужчина, и не о том, как сделать его жизненно счастливее. О том, чего хотите вы. И это правильно. Правильно говорить о том, чего хотите вы, но не в контексте другого человека. Если вы говорите о том, чего хотите вы, то вы говорите только об этом. Не через другого человека. Я думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, Пишите в личку, помогу вам Если вам понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Пожелаю вам всего самого доброго и удачи